Вы едите на южный, там пацаны стоят с третьего часа. Мы нарушаем ПДД. Авария может быть. Это рынок, так работает рынок, и такие ситуации, они имеют место быть. Они не должны стоять, по правилам дорожного движения они должны стоять. Обочина не предназначена для стоянки. Тут даже если на обочине остановиться уже нельзя будет. Можно застрять. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на площадке накопления автомобилей, которые едут выгружаться на терминал Бариваш. С 2016 года терминал Бариваш оборудовал собственную площадку для накопления автотранспорта. Технологическая схема предусматривает такой путь, что все автомобили, которые едут выгружаться на терминал Бариваш, обязаны заехать через площадку регистрации. И при необходимости, если нужно водителю отдохнуть, переночевать, либо дождаться товаросопроводительной документы, он может здесь оставить свой автомобиль. Ведется круглосуточное наблюдение, здесь территория под охраной. Для водителей созданы условия надлежащие, здесь есть душ, здесь есть туалет, комната отдыха. То есть все условия, которые нужны. Площадка оборудована до 150 автомобилей, то есть от 100 до 150 в зависимости от объема. Понимаем о том, что много внимания нужно уделить безопасности дорожного движения. Огромная амбиция у нас по поводу того, что ее нужно расширять, эту площадку. Ну, пока так. Я вам скажу, все машины, которые едут на терминал Бариваш, они заезжают через площадку. Однако, не все зависит от нас. Есть причины объективные, по которым водитель, допустим, вынужден стоять на трассе без товаросопроводительных документов. То есть у него нет документов, у него нет понимания, куда он будет ехать. Либо у него есть документы, но отсутствует действительно понимание. Отправитель ему выдал документы в два адреса, в два терминала или больше. Это рынок, так работает рынок, и такие ситуации, они имеют место быть. Мы со своей стороны готовы принять весь автотранспорт, который едет в любой терминал поблизости. И на терминал Бариваш, и на те терминалы, которые рядом. То есть любой грузовой автотранспорт может заехать сюда, оставить автомобиль на то время, которое ему необходимо. Она платная, бесплатная? Она платная, она платная. Платная въезд стоит 150 гривен в сутки. То есть все водителя знают об этой стоимости, и она входит в условия перевозки. Поэтому об этом вопросов нет. Здесь же происходит на месте и оплата в момент регистрации. Когда грузовой автомобиль заезжает сюда, он производит регистрацию этого автомобиля, скажем так. Для кого он приехал, с каким грузом. Далее в порядке очереди, согласно регистрационному билету, автомобили вызываются на визировку в лабораторию уже на терминал Бариваш. То есть автомобили здесь сортируются, которые выйдут груз в базе по качеству. И рядом становится груз, который условно на подработку. Формируются две очереди, и для ускорения эти очереди идут параллельно. То есть освобождается место, и в порядке очереди автомобили идут на выгрузку. Здесь лаборатория фиксирует, кто приехал, для кого, какой груз, который сейчас больше необходим. Если это одна номенклатура, он идет в порядке живой очереди. Если это две номенклатуры, точно так же в порядке живой очереди. Но здесь формируется по номенклатуре и по качественным показателям. Сейчас распал сезона, уже половина, так сказать, можно пройдена. Какие сейчас показатели, результаты, количество машин, товаров? С обработкой справились, в сутки мы принимаем до 300 автомобилей. С обработкой справились, за выходные выгрузили все, что к нам приехало, все, что накопилось. То есть живая очередь, как мы видим сегодня, скопления нет. Чи взагалі надходили до вас, как до представника компанії, взагалі до компанії скарги, с приводу того, что машины там стоят, или севых мешканців, там водеїв? Были жалобы последнее время, на прошлой неделе, да, когда было скопление автомобилей. Там, насколько я понимаю, были автомобили. Непонятно, нет информации, куда они ехали, с чем они ехали. Но там автомобили стояли с нарушением правил дорожного движения. И здесь, так как поступила жалоба, а я являюсь членом исполнительного комитета, я проявил свою гражданскую позицию, я поехал, и тех водителей начал разгонять оттуда, независимо, чьи они, какие они, но стоять с нарушением правил дорожного движения – это нельзя. Далее подъехала уже полиция, и они начали разбирать этот инцидент по факту.